Друзья, приветствую всех! Сегодня очень сложная и важная тема, поэтому обязательно досмотрите и напишите вашу версию. Начну с цитаты. Если ваши друзья просят договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной. Эта цитата принадлежит американскому гангстеру Аль Капоне, который точно разбирался, кто враг, кто друг, а кто предатель. Вы заметили, как в последние недели наступает переосмысление, а у некоторых даже просветление. Насколько откровенными становятся некоторые украинские депутаты, как все больше появляются публикации то про подталкивание Украины к переговорам, то про политический раскол в стране и заявление про Майдан-3, то про окружение Зеленского, который якобы не верит в победу, но боится сказать об этом шефу, но при этом не боится почему-то признаться западному журналисту. Вы знаете, я не собираюсь сегодня цитировать недавнее интервью Арахамии, высказывание без угла или детально разбирать западные публикации. Просто попробую собрать общую картину и жду, конечно же, вашу реакцию и комментарии. С уверенностью могу сказать, что сейчас мы находимся в очень опасной точке, когда происходит тот самый разрыв шаблона и потеря иллюзий. Наступает тот момент, когда, не сумев раздавить нас извне, нас будут пытаться поссорить и разорвать изнутри. Это было невозможно сделать в первые месяцы войны, потому что тогда все объединились и власти общества. Главное было отстоять страну и защитить дома и территории. Тогда простые люди дали четко русским понять. Хер вам! И вот в этом просчитались все. И предатели, которые готовили сдачу страны, и вся эта шайка в Кремле, просчитали все западные разведки, которые прекрасно знали о планах вторжения и давали нам 3-5 дней. Сейчас ситуация внутри изменилась. Потому что есть усталость от войны, есть разочарование от многообещающих заявлений и недостигнутых результатов, есть злость и негодование из-за коррупции, есть обида и непонимание, как можно воровать гуманитарку и западную помощь, есть агрессия и протест, за кучу разных несправедливостей, которые государство должно было вот так вот решать. А главное, большинство не видит и не понимает, а что дальше. Ведь впереди туманные перспективы, угроза уменьшения западной помощи, экономика не переведена на военные рельсы, а следовательно, непонятно откуда брать средства для защиты. Мы не понимаем, насколько еще хватит запаса прочности Запада. И вот именно с позиции влияния Запада давайте и начнем разбираться. По мере того, как все больше становится очевидна бесперспективность дальнейших военных действий при существующих военно-технических возможностях Украины, и об этом в частности написал Залужный, и де-факто его поддержал Белый дом, Запад явно берет тренд на сокращение военной помощи. Акцент теперь будет делаться на оборонительных вооружениях, и это было отчетливо видно по результатам последнего Рамштайна и ряду заявлений на Западе. Если Конгресс все же проголосует за пакет помощи по Украине, то, как говорят близкие к Белому дому аналитики, это будет последний военный пакет, на который может рассчитывать Украина в ближайшей перспективе. В связи с этим вопрос об анонсируемом, в весеннем контрнаступлении в АИСУ уже с авиацией и другими видами техники остается под большим вопросом. Тут, знаете, сделаю небольшую ремарку. Вы не найдете в западной прессе слов раскаяния или признания тамошних генералов за просчеты, за то, что не смогли или не захотели предоставить все, что нужно для такого рода операций в поддержке контрнаступления. Но зато там много статей, какой ценой Украина собирается побеждать или про план Б, подразумевающий заморозку на нынешних рубежах. Да, это все есть, почитайте. Зимняя заморозка становится все более реальной. И на Западе, похоже, хотят по максимуму использовать этот период, чтобы подвесить эту войну или сделать так, чтобы весной украинское контрнаступление уже не возобновилось. Но по меньшей мере так это все выглядит. Как бы ни опровергали это наши партнеры, но Запад активно подталкивает нас к переговорам и паузе. Я сейчас не только о публикации в Билд, Вашингтон пост, Тайм, Экономист. Я о совокупности всех этих материалов. Они все несут месседжи о том, что у Киева что-то не получилось на фронте, о том, что в окружении президента сомневаются в победе, о коррупции, о политической грызне и падении рейтингов. Но все это делается для снижения интереса к этой войне. Но обратите внимание, замена пластинки происходит ведь не только для западной аудитории, но и для украинской тоже. Кроме забрасывания нас публикациями, для широких масс населения активно вещает бывший советник главы офиса. Он кардинально поменял позицию, теперь отрезвляет всех рассказами о том, что никакого выхода на границы 91 года не будет и что придется договариваться с Россией. Обязуемся не отвоевывать захваченные территории взамен на вступление в НАТО. Представляете услышать такое в начале войны или даже еще несколько месяцев назад? Это разрыв шаблона. Недавно ушедший в мир иной Киссинджер за эти предложения попал в базу миротворца. И его раскритиковали в том числе и в офисе президента. А теперь это нормально. Еще один разрыв шаблона от лидеров фракции СЛУК, который мягко намекнул, что власть не готова брать на себя ответственность за договоренности с Россией и это надо выносить на референдум. Забывая или может быть не зная о том, что референдум эти вопросы не решит. Зато из уст депутата все узнали, что все изо всех без референдума решил один британский премьер, который предложил тогда просто идти и дальше воевать. Четко видно, что власть приспосабливается к изменяющейся реальности, ищет выход и будет бросать в топку и премьеров и депутатов. Более того, заявление про референдум точно свидетельствует, что никто не хочет брать ответственность за непопулярные решения. В этой связи странным выглядит реакция на статью того же Залужного, который правдиво и точно разложил ситуацию, но по факту попал в волну хейта. А вот стравливание главкома с некоторыми депутатами и обещание уволить, да и вообще любая попытка давления на военных, это крайне взрывоопасная ситуация. Главком, пожалуй, единственная фигура в стране, которая может взять на себя непопулярные решения и его точно за это не снесут. И тут дело не в рейтинге. Дело скорее в доверии военных. И последнее. Сохранить во время войны внутреннюю стабильность это, пожалуй, наиболее важная задача. Более 20 месяцев русские захватчики не могут победить нас на поле боя и пытаются раскачать эту лодку и нащупать слабые места. И самое слабое место это разочарование людей, неверие, потеря духа единства, разобщенность, потеря доверия к власти. Я думаю, что власть осознает реальность внутренней и внешней угрозы. Не случайно Зеленский говорит о Майдане 3. И на сегодня это действительно опасно. Это то, что может подорвать обороноспособность страны. Но Майдан это финальная стадия. За эти полтора года войны сделано огромное количество ошибок, которые точно не способствовали единству в обществе. Уверен, что разочаровавшихся точно не большинство, но их и немало. В обществе есть коллективный запрос на изменения. И не видеть его просто глупо. И еще глупее полагать, что все под контролем. Лучшее, что можно сделать, это прекратить внутренние разборки, трезво оценить ситуацию, заканчивать ввешать лапшу на уши скорой победе, прекращать интриги и жестко дать по рукам коррупционерам, ворам и всякого рода паразитам. Как говорил Лао Цзи, когда народ много знает, им трудно управлять. Но от себя добавлю, на такой народ можно опираться. Напишите ваши комментарии, берегите себя, всего доброго.